И, наверное, я начну с того, что все-таки надо тоже представиться. Меня зовут Гор, и у меня мечта, о которой мои коллеги, которые много работали со мной, знают, я мечтаю прожить много жизни. То есть, не знаю, массаж, может, поможет, как-то, может, новые технологии какие-то появятся, но вот очень хочется испытать такое на себе, потому что мало времени всегда, то есть хочется сделать очень много. Вот так получилось, что так получается у меня в жизни, что я проживаю много жизней. То есть, я жил в советское время, я живу сейчас в капитализме, я жил в Армении, живу сейчас в России, и поэтому разные периоды своей жизни, то есть это такие отдельно взятые куски. И у каждой из вас, наверное, тоже такие периоды есть, которые, можно сказать, вот я прожил вот такую красивую жизнь, и вот сейчас я живу абсолютно другой. Так вот, я слушал вас и вдруг понял, что я ничего не запомнил. То есть, я не запомнил, где вы работаете, я не запомнил название компании, ну, за исключением тех, которых ты знаешь, допустим, я знаю Prime, поэтому, ну, вот, как-то понял, что... Я не запомнил ваши мечты, за исключением нескольких ярких, и то потому, что я знаю там кнопку жизни, и вот как... В свое время мы привозили, Вика не даст соврать, такого очень интересного человека, Роберт Маки такой есть, он четыре дня давал мастер-класс в кинотеатре «Кодек Киномир», где собрались все люди, которые хотели понять, как делать истории. Это человек, который воспитал большое количество сценаристов, порядка 80 Оскаров, по-моему, только вот по этому направлению у его учеников. Так вот, он утверждает, и у него есть хорошая книжка, называется «История на миллион». Такой мастер-класс, как писать историю. Он утверждает, что в мире у нас осталась одна вещь, это истории, которые мы рассказываем друг другу. Здравствуйте. Истории, которые мы рассказываем друг другу, то есть и как их рассказывать правильно, чтобы они запомнились, чтобы они были интересными другим людям, и чтобы вы могли бы за этой историей подтянуть большое количество людей, которые пойдут за вами. То есть если вы хотите или делать бизнес, или создавать какие-то направления, то есть эта история должна быть красиво, увлекающей. Посмотрите, что вы услышали примерно за полчаса представление, какие мечты вам понравились, и как они были рассказаны. Мечты были очень хорошие, но как они были рассказаны, или как вы сами себя представляли, даже правая рука Навального, ну как-то так сказал, что мы ничего не запомнили. Этому учатся. Реально, я не учился, я просто с этим человеком познакомился и прочитал его книгу, и понял, насколько это важно, говорить об этих историях красиво. Каждая компания, в принципе, это некая история, да, то есть в каждой компании существует много героев, которые играют какие-то роли в этой истории, и слово «игра» здесь тоже интересное слово, потому что, в принципе, есть люди, которые утверждают, что, в принципе, вся жизнь как игра. Так вот, «Фортуна», откуда она идет, я не помню, кто, когда представлялся, сказал, что очень много людей вокруг, с кем, по-моему, вы говорили, что вы избирательно подходите, с кем общаться, да, то есть избирательно подходите, кому давать информацию или у кого ее получать, о чем говорите, так далее. Знаете, наверное, вот от этих коммуникаций зависит очень многое, в том числе вот эта «Фортуна», потому что она приходит всегда и всем, просто насколько вы слышите людей, которые дают вам информацию, насколько вы реагируете на события, которые проходят рядом с вами, насколько вы хватаете эти истории, то есть и пытаетесь не упустить их. Вот это есть, наверное, вот эта формула «Фортуны», о которой, ну, многие говорят, но говорят как-то абстрактно, да, что она существует, то есть, ну, моя система координат была такая, ну, я безотказан практически встречаюсь очень часто, и многие мои друзья говорят, ты зря палишь время, потому что ты соглашаешься буквально на все встречи. Поверьте, каждая встреча приносит какую-то историю, каждая встреча дает какую-то мысль, и неважно, как ты встречаешься и когда встречаешься, главное вот эту мысль или эту историю уловить во время разговоров. У меня было много историй, когда люди возвращались там через 10 лет, через 5 лет, через 15 лет, то есть, и ты не знаешь, когда и кто, и как повлияет на твою фортуну. И ты не знаешь, общаясь с людьми, кто и как может повлиять плохо на твою фортуну, потому что ты поступил с ними плохо, то есть, сказал что-то не так, и где этот человек окажется в какой момент своего времени. Ну, то есть, на сегодняшний день появилась, знаете, как раньше у нас была одна система координат, то есть, в советское время, то есть, коммунистическая партия Советского Союза, и все понимали все правила игры, да, то есть, там потом стало две системы координат, да, то есть, народ начал как-то балансировать, да, в двух системах еще понятно. Ну, как, третья проекция по математике, это уже точка, поэтому, когда появился Явлевский, допустим, только там 3 или 4 процента населения понимало, о чем он вообще говорит. Слишком много систем координат, которые сейчас появились с помощью интернета, то есть, где эти, вы социализируетесь, вы не знаете, потому что человек, который любит, допустим, протыкать воздушные шарики, он может найти таких же в сети и социализироваться, и объединиться, и это там сообщество будет насчитывать, там, не один миллион человек, да. Именно поэтому, там, бывший креативный директор BBD, то есть, который делал, наверное, раньше рекламные кампании, и это был один ролик, сейчас надо делать 50 роликов, чтобы донести какую-то мысль до разных групп потребителей, да, то есть, у нас сейчас такая система, в которой вы все живете, то есть, каждый социализируется где-то, кто-то на этих бизнес-завтраках, кто-то там социализируется в спортклубах, кто-то еще где-то, но с помощью сети получает, каждый человек имеет возможность получить что-то свое. Это очень большая и проблема, и свобода, с другой стороны, мы, но вот где те люди, которые могут объединить большое количество умов, и тут вступает в силу, мне кажется, самое интересное, это система ценностей, то есть, то, что не хватает, то есть, это все больнее-больнее бьет по обществу, и в том числе, это то, что может объединить, это определенная система ценностей, которая, которую вы приверживаете. Может быть, вот эта глобализация, или там, единое европейское государство и так далее, привело к тому, что люди поняли, что культуру невозможно слить, а сейчас идет некое отторжение всех этих историй, то есть, но если мы говорим о том, кто мы, что мы, там, единые определенные ценности, которые могут быть, с которых вы сами придерживаетесь, или ваше сообщество, это то, что вас объединяет с другими, дает вам эту фортуну, дает вам историю о вас, потому что он себя так повел или так повел, да, такая система, то есть, ваша ролевая модель, ваша модель поведения, потому что под эту ролевую модель вашего поведения выстраиваются целые команды, выстраиваются компании, то есть, и все люди точно так же ведут, если вы ругаетесь матом, соответственно, вся компания будет считать, что это норма поведения, и это корпоративная культура. Но если мы говорим о том, что мы хотим создать душу компании, то есть, в принципе, мы должны быть немножко другими, да, то есть, мы не должны говорить фразами, заученными из резюме, или говорить фразой, я не готова, не подготовилась к вопросу, кто я. Надеюсь, вы поняли месседж, о котором я сказал, потому что если вы не раскрываете перед своими сотрудниками, кто вы, и не раздеваетесь полностью, да, до души, то души в компании не будет. Вот вы будете, так сказать, стоять где-то в отдалении и пытаться транслировать им какие-то месседжи. Дальше они пойдут или нет, вынуждены или не вынуждены, и так далее. По поводу образования, то есть, мне понравилось, что завязался разговор, уже есть connection, была история, когда мы анализировали вообще образование в мире, и для себя вдруг неожиданно узнали, что номер один образование в мире вообще в Финляндии. То есть, там Южная Корея и Финляндия, то есть, они там где-то попытались понять, а почему. Ну вот, как вдруг в Финляндии, там письменности не было вроде, да, то есть, там не так дал. Оказался один пункт, который был, наверное, основным. То есть, пункт очень простой, это статус учителя в обществе. То есть, кто вот тот человек, кто тот учитель, да, который... И его статус в обществе имеет очень большое значение. К нам приезжал из Финляндии человек, тоже из Министерства образования, то ли замом был. Сказали, а как ты такой молодой стал замом? Он сказал, а меня в учителя не взяли. И вот в этой истории кроется как раз... То есть, его не взяли в учителя, он пошел в Министерство образования работать. То есть, да, он хотел быть в этой отрасли. И вот роль учителя, наверное, сейчас меняется. Меняется, потому что есть громадное количество электронных видов обучения, то есть, от Хана Академии до Курсера и так далее, то есть, где вы можете получить большое количество знаний. Но учитель — это именно тот человек, который может помочь вам сформировать ваши смыслы. А это уже индивидуальная работа. То есть, это может быть одна маленькая мысль, пророненная этим человеком, она может подвигнуть вас на изменение собственной жизни. Вот это вы не можете получить уже через компьютер. То есть, здесь нужна какая-то внутренняя энергетика для того, чтобы найти. Поэтому я рад, что бейби-клубы развиваются, потому что, в принципе, я рад любому альтернативному образованию, которое пытается конкурировать сейчас с государственными. Я думаю, сейчас вы увидите очень большую конкурентную историю, потому что все мы боремся за студента. Это такой же клиент, который есть. И вот там, проведя два или три месяца в размышлениях, о чем же я хочу заниматься в своей жизни как бизнесом, я понял, что, наверное, я буду выходить из всех бизнесов и буду делать бизнес в сфере образования. При этом не важно, ты можешь обучать талантливых медсестер, потому что у нас медицина тоже отрасль, в которой мало преобразования было. Или ты будешь работать партай в Сколково, или ты будешь создавать какие-то новые истории или тренинговые кампании. Но это направление, в котором будет интерес. И студенты, которые на сегодняшний день платят деньги и учатся во многих учебных заведениях, они уже не платят деньги, чтобы не учиться. Они требуют образования. Они выступают против того, что пару снесли, а им не предупредили. Они уже выступают против того, что какой-то молодой парень, который не в теме, а по учебнику просто пытается им что-то преподавать. Они уже требуют и клиентского обслуживания, и почему там внутри кафетерии невкусный кофе и так далее. Потому что наша советская система еще не привыкла к тому, что студент это такой же клиент. И понятно, что можно его отчислить за плохое поведение или плохое обучение, но в принципе это человек, которого мы обслуживаем. Мы даем ему сервис под названием образование. И вот эти преобразования, когда возникнет альтернативное, его очень много альтернативного образования, то есть его очень много, это реально бизнес, то есть люди зарабатывают большие деньги на этом. Я думаю, будет в какой-то момент даже консолидация каких-то направлений, то есть такой МНА появится внутри этого. Может быть, сделаешь рейтинг на конец учебных заведений. Запиши. Новый смысл твоей деятельности, потому что, наверное, его нет. То есть есть западный, а мы туда не проходим, потому что у нас все-таки Академия наук стоит отдельно от учебных заведений, поэтому не совсем понятно, как рейтинговать наши высшие учебные заведения, когда у них нету много научных, так сказать, изданий. А как вы считаете, действительно ли есть эта связь? То, что тот, кто умеет делать, он зачастую не обладает преподавательским даром. И наоборот. Знаете, я не знаю, что значит преподавательский дар. Сказать нужное слово в нужное время. Надо быть неравнодушным, понимаешь? Вот если учитель равнодушный, то есть я очень много встречал учителей, которые в моей жизни были равнодушны. То есть в школе у меня специалист по химии преподавал математику, да, то есть когда я ей доказал, что Кате травин гипотенузе, то есть она поверила. То есть она заучила урок за ради, приходила и просто его вываливала тебе. То есть, наверное, вот это неравнодушие по отношению к ученикам, оно и есть залог вот этого успеха. Оно и есть залог людей, которых вы берете на работу, или с кем работаете, или с кем дружите. Вы дружите все равно с человеком, который неравнодушен к вам. То есть он радуется вместе с вами. Вот эти стандартные фразы все вы знаете. Вторая часть, связанная с учителем. Есть такая вещь, как мудрость, да, то есть накопленная. Почему в этой притче образ старика, да, то есть или некого учителя, живущего в Шаолине? То есть, наверное, это неспроста все эти образы, потому что, в принципе, человек, который может что-то дать, дать вам новые смыслы, направления и так далее, он должен быть таким мудрым человеком. И, в принципе, это тоже мудрость, это перенос знаний. Недавно какая-то дискуссия была на тему внутрикорпоративного обучения, то есть, когда внутри компании сотрудники друг друга учат. Ну, то есть, это меньше денег, можно, да, не надо внешних провайдеров и так далее. И что лучше, это или это. То есть, в этой дискуссии я как раз там попытался, сидя в машине, написать комментарий, что внутреннее обучение состоит из двух частей. Я тебя научу что-то делать, это одна история. А я тебе передам определенные знания воздушно-капельным путем, чтобы эти знания перешли бы от меня к тебе. То есть, и, наверное, вот то, что мы там в троке попытались сделать, да, то есть, это некая экосистема, атмосфера, когда люди не боялись передавать друг другу знания. То есть, заразить успехом? Нет, я не об успехе сейчас пытался. Просто еще, когда люди передают друг другу знания, в компании рождается совершенно новый образ, тип коммуникации. И эти коммуникации возникают совершенно другой уровень доверия друг к другу. Абсолютно. А вот передавать люди могут вот это, если они неравнодушны. Неравнодушная компания и так далее. То есть, и вот эта связка такая очень… Коммуникация вообще основная часть. Я могу про коммуникацию очень много говорить, особенно про внутренние коммуникации. То есть, и в принципе, ну, было, знаете, сейчас такая модная история, там, в 20-е годы было управление по инструкциям, да, то есть, люди управляли по инструкциям, то есть, было много. Потом встала модная тема управления по целям. Сейчас мы говорим, что модно управлять по ценностям, да, то есть, вот мы переходим. При этом опасность заключается в том, что это так модно, что мы начинаем управлять по ценностям, так модно, что мы начинаем управлять по целям, что иногда мы ребенка вместе с водой выплескиваем. Что происходит? Раньше люди становились начальниками, те, которые хорошо знали этот предмет или знали его лучше, чем все остальные. Его уважали, и он становился номер один. Сейчас там немножко лидершипа, немного негушейший скиллс и пару-тройку записей в резюме красивых, и вдруг ты становишься руководителем, который управляет по целям или по ценностям и так далее. И теряется вот эта база знаний, которая идет, теряются вот эти инструкции, падают самолеты. То есть много чего происходит. Что? Я хотела сказать, вопреки стандартам, что происходит. Ну да, то есть вдруг оказывается, что мы теряем вообще понятие профессионал, а мы теряем понятие, ну там ПТУ отсутствует, то есть мы об образовании говорим, да, вот просто сантехнику тяжело найти профессионального, да, то есть медсестра, которая, залог 90% залога вообще медицины, это профессиональная медсестра, у нас много талантливых хирургов, а дальше все провал, да, то есть потому что не это профессионально. И самое главное, эти знания, которые по инструкциям даже уже не передаются, потому что уже инструкции мы потеряли, да, то есть уже их никто не читает, а мы управляем по целям, по ценностям и так далее. Я не говорю, что это плохо, я просто такой месседж даю, что помимо равнодушия или неравнодушия есть еще понятие профессионализма. Ну, вероятность того, что профессионал может стать более успешным, она, конечно, мы будем считать, потому что ты можешь что-то создать, ты можешь что-то сделать, ты можешь, не знаю, вот это, вот ты можешь создать вот эту сувенирную продукцию. Когда меня спрашивают, а зачем Сколково, да, потому что вот людей, которые могут что-то создать, их очень мало в стране. Мне понравился ваш вопрос, когда спрашиваешь у человека, чего ты хочешь, он говорит, ну, хочу домик на море, и лишь всего 2% ответили, что хотят изменить мир и лучше. Ну, вы про мечты, которые прозвучали, да, то есть вы могли бы уже сделать вот эту статистику и получить, что в принципе там 3% мечтают мир поменять или сделать что-то для мира, да, то есть сделать продукт, который меняет мир, да, то есть или сделать кнопку жизни, чтобы спасать много жизни. То есть в принципе можно мечтать создавать сувенирную продукцию и в этом тоже ничего плохого нет. Меня больше волнует, что вот люди, которые могут что-то сделать и люди, которые обслуживают это, то есть, давайте так, в нашей стране 5 миллионов бухгалтеров, да, то есть что такое бухгалтер? Это человек ничего не создает. Он не может вот это сделать. А теперь представьте, сколько вот этого бэк-офиса, балласта в нашей стране. Поэтому у нас на одного предпринимателя там 10 людей, которые вокруг мешают. Ну, можно же кардинально применять, взять, например, самую систему бухгалтерского учета, там бухгалтеров практически нет. Взять и применять решение. Ну, это как бы одно из решений, да, но... Вы знаете, предпринимательством, даже человек, если он будет таксовать или торговать на рынке и так далее, он что-то создает. Он создает услугу. Окей, но как-то вот такая мысль, которая пришла, что, в принципе, так же, как и в городе, должна быть душа, так же, как и в государстве, в принципе, должна быть душа. То есть можно создавать бренд государства, то есть подняться выше над компанией, над городом, над сообществом, подняться на государство. Там также нужно немножко хулиганить, да, то есть в хорошем смысле. То есть, знаете, мы в свое время писали сценарии развития Армении, то есть такая интересная история была. Сперва это был клуб 2015, который был в России, сценарий развития России на 15 лет. Потом мы такое же упражнение делали для Армении. Интересно было, когда мы посчитали там с помощью консультантов, что если Армения будет развиваться по одному из лучших сценариев, она там через 20 лет достигнет уровня сегодняшней Эстонии, да, то есть и тогда вдруг все... По России это был уровень Португалии, если помните, даже эти слова прозвучали тогда, что если мы будем хорошо работать 15 лет, мы достигнем Португалии, то есть поэтому это немножко приземляет, это немножко охлаждает, и ты понимаешь, с чем ты работаешь. Но при этом одно из упражнений, которое мы пытались сделать, это бренд страны, да, что это такое. В России это упражнение делается и очень многом, но в России сложнее, потому что это все-таки такое лоскутное одеяло, да, то есть это там большая страна с большой территорией, с большим количеством конфессий внутри и так далее, то есть этой стране в принципе нужен смысл, да, то есть зачем, почему я живу. Когда меня, скажем, там ребенок спросил, говорит, а что такое родина, знаешь, что такое страна, наверное, или место, или город, и не знаю, смотря каждый из вас, что, или своя деревня, то есть это место, за которое я готов умереть. А теперь попробуйте сформулировать смыслы, за которые я готов умереть. То есть раньше я помню, что я готов был умереть за Советский Союз, потом я был готов умереть за Армению, у меня даже там чуть не поехал воевать, родители вовремя там в 15 лет меня схватили, но вопрос в другом. За какие смыслы вы готовы отдать свою жизнь, и тогда вы будете эту страну назвать родиной, и тогда не будет вот этого зонтика, о котором ты говоришь. К сожалению, они не сформулированы. А это очень сложное упражнение, потому что попробуйте это то же самое сделать внутри вашей организации. За какие смыслы внутри вашей организации ваши сотрудники готовы будут умереть? Работать 24 часа в сутки, там, я не знаю, там, и так далее. Попробуйте сделать на вашем, в вашем мерке. А попробуйте сделать это во своем подъезде. А что делать с Москвой, там, как это? Я говорю, просто начните здороваться со своими соседями. Вы их знаете, ваших соседей? Вот кто ваши соседи там вниз, чуть-чуть вбок? То есть, а в лифт заходите, здороваетесь, в принципе? Или они здороваются? Мы здороваемся. Здороваемся, здороваемся. Не знаем, но здороваемся. А реакция? Реакция отчасти шансирует. Ну, в принципе, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, поэтому, в принципе, страна начинается с подъезда, да? То есть, как бы это ни звучало, то есть, как в собачьем сердце. Мы все пафосно умеем разговаривать, но внутри подъезда все равно не так чисто. Не помню, кто обозвал Лондон городом мелких лавочников, но, в принципе, вот в этом есть душа города. То есть, нас, мы все такие, мы все в торговые центры загоняем, понимаешь? То есть, у нас душа города куда-то уходит. То есть, у нас нет профессии, там, неважно, сапожник. То есть, у нас не создается душа города, то есть, или душа организма с помощью каких-то мелких сумм. Мы все пытаемся делать гигантским, большим и все слить, все вместе. А мы много говорим о мелком бизнесе, о среднем бизнесе и так далее. То есть, но он почему-то куда-то там... И одна из тем, почему это не возникает, потому что, в том числе, им тяжело искать смысл. Вчера я встречался тоже, случайно в ресторане встретился со студентами из Колково. То есть, мы там... У меня есть идея, может, вы ее реализуете. Очень большое количество в России есть брендов, которые характеризуют эту страну. Но мы из них не делаем культов. Я говорю, а возьмите, поговорите с сухим, возьмите бренд сухого и сделайте из него культовый бренд, как Harley Davidson, да, да, из куртки, там, в шапке, там, западки, часы и так далее, чтобы мы любили бы сухой, потому что я там понимаю, что в нашей стране очень много... В каждой семье есть военные, да, все мы пацанами мечтали летать и до сих пор мечтаем и хотим, в принципе, поводить эту машину, да. То есть, взять из существующего бренда создать... Национальный. Национальный бренд. Он уже национальный. Он уже представляет твою страну. Развить эту тему. Дать ее длюзим. Сделать... А это работа уже мелких лавочников, да, то есть, ну, в кавычках. То есть, это людей, которые могут взять... И с Олимпиадой ничего не можем сделать. В большем счете, это же огромный коммуникационный ресурс. Тишина, вообще, по сути, тишина. У нас через два месяца Олимпиада, никто об этом не говорит. Да. Ну, я на один шаг просто вернусь, потому что я не могу не ответить на вопрос, который до вашего выступления прозвучал по поводу успеха, да, то есть... Вы знаете, как измерять успех? То есть, когда мы говорим слово «успех», то надо сперва задать вопрос, а как его измерять? Деньги первое, что приходит на ум. Ну, это в капитализме, к сожалению, это деньги, да, то есть... Вот как вы для себя измеряете ваш успех? То есть, там, 100 рублей – это много или мало? То есть, или там, 100 клубов, бейби-клубов я открыл – это много, мало? То есть, я успешный или не успешный? То есть, система координат, она абсолютно разная. Капитализм привел это к тому, что это деньги. То есть, ты успешен, если ты там... Нули пошли, да, то есть, а сколько нули, то есть, это... Вот, шести. Тем больше ты успешен, да, и пошли, куда Зайцев делся с рейтинговой победой? Рейтинговой победой. Рейтинги Forbes, тадаль, тадаль. В советские времена немножко по-другому было, да, там медали, говоришь, там, или давали... Была нематериальная мотивация, как говорится, в HR-ском. Вы знаете, есть и внутри HR, допустим, в IT-департаментах, очень часто IT-шники, для меня это было открытие, то есть, что им надо расти в должностях, то есть, это их очень сильно мотивирует, но при этом хороший IT-шник, на котором держится все, он не может управлять иногда людьми, которые сидят. И тогда им надо давать лычу, медаль к этому, дай ему академика, то есть, он главный, но в принципе, в истории вот этих грейдов, когда выстраиваются в организации, там всегда делается одна маленькая ошибка, когда делаешь грейды, ты должен понимать, что там у тебя уникальный сварщик какой-нибудь, который может быть такого же грейда, как и президент компании, вот тогда грейды работают. Когда ты можешь двигать людей немножко по другим принципам. Так вот, успех для вас, для каждого из вас измеряется по-разному, да, то есть, внешний мир измеряет вас деньгами, статуэтками, там, медалями и так далее, да, то есть, но вы внутри себя, да, вы успешен или нет, это зависит от того, вот те люди, которые вас, ваше близкое окружение считает успешным или нет, потому что вы можете быть успешной мамой, отцом и так далее, то есть, это такое философское, что такое успех. Это в наше внутреннее ощущение, что я успешен, а дальше, ну, это уже пиар. Спасибо большое, у нас время подошло к концу, уже 11.00, потому что мы декларируем до 11, да, я считаю, что у нас сегодня состоялся прекрасный разговор, и хоть мы не употребляли часто слово душа, по сути, был душевный, откровенный, и огромное, Егор, спасибо вам большое за это. Спасибо. Тема личного успеха, она как самая главная тема, о которой мы говорим, и пример всех наших спикеров, вас в том числе, и говорит, Криш, мне о том, что успех достижим, и тот импульс, который вы сегодня нам всем послали, в наших головах он отразится, и это утро не прошло даром. Большое спасибо. Спасибо вам.